МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние десятилетия советской власти известное выражение «человек есть то, что он ест» звучит вполне актуально. Содержимое холодильника гражданина СССР зависит не столько от доходов, сколько от возможностей еду приобрести через знакомых продавцов, директоров магазинов, в спецраспределителях. Только в ресторане элитная по тем временам еда одинаково доступна всем клиентам. Энергия ресторанной карнавальной стихии недаром кажется вызывающей на фоне степенного подконтрольного советского быта. В этом карнавальном бесновании видятся призраки грядущей новой несоветской жизни. Это было государство в государстве, можно было бы так сказать. Были свои правила, были свои завсегдаты, был своеобразный мир. Это был такой мир непризнанных и осуждаемых обществом людей, которые любили рисковать, любили деньги, чтобы было уже плохо. Это уже было совершенно не по-коммунистически. Не стеснялись в этом признаваться. Я думаю, что это некий правообраз будущего, но вот все-таки в таком карикатурном виде. Было две стратегии. Я однажды сформулировал очень удачный метродотель, когда пришли в большую компанию. Мы пришли поужинать или погулять. Чем набивал свой живот советский человек? Ассортимент продуктов в магазинах больших городов небогат. Сорта три сыра, один сорт пельменей, колбаса вареная, цыплята мороженые, прозванные народом синими птицами, и навевающие грусть сосиски. В провинции и того не было. А вот в ресторанах водились и так называемые дефицитные продукты. Значит, например, в магазине не было языка коровьего. А в ресторане можно было получить порцию. Сколько стоило, не помню. Ну, недорого. Можно было поесть давно забытой красной икры. Суп харчо, бульон с пирожком. Ну и эскалок, бифштекс. Меню наше было постоянным и неизменным. Мы брали две порции гурийской капусточки. Это было недорого. Знаете, такая со свеклой приготовленная красная капуста. Одну порцию красной икры, два цыпленка табака, пол-литра водки и бутылку минеральной воды. Это было неизменно. Это была наша партитура. Я брал малосольную съемочку, да, вот, и с блинами все это делал. Это у нас был первый вариант, да. Блины в разных вариациях. С икрой, и с рыбой, и со сметаной, и с маслом. Потом я на первую брал уху по-ростовски. Тоже прекрасно, я люблю. Будучи студентом, мы могли позволить там себе взять на четверых бутылку коньяка, и каждому по порции лангетов с зеленым горошком чувствовали себя крутыми, вот, и состоявшимися молодыми людьми. К 1970 году в СССР сложилась уникальная ситуация, когда зарплаты худо-бедно росли, а цены были заморожены плановой экономикой. В 1970 году люди в среднем получали 126 рублей в месяц, а порция черной зернистой икры в ресторане и гостинице «Астория», в одном из самых фешенебельных в Ленинграде, стоила рубль 70. Паюсная не дотягивала до рубля. Самое дорогое горячее блюдо – цыпленок табака. Меньше трех рублей. А жульен, что-то такое, жульен из грибов, из курицы стоил какие-то копейки. На шестьдесятку, что-то так вот. Может, память у меня плохая стала, так сказать. Но я помню, что все на пять рублей, на шесть рублей можно было втроем хорошо посидеть. С водкой, кофе и с горячим. Отбивные бараньи котлетки на косточке стоили большие деньги, больше рубля. Но если ты приходил с дамой туда, то уж она твердо знала, что ты успешный человек. Ресторан – это же как спектакль. Если вы мне правильно понимаете, я никакой аналогии между театром и рестораном не провожу. Но как идут в театр? Праздник посещения ресторана был. Готовились долго. Может, даже иногда и не спишь на голове, потому что идешь в ресторан. Это же нечасто было, редко. А потом это только в последнее время денег-то никогда не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вечерний Невский Горит немудреная неоновая реклама Магазины уже закрыты, но люди продолжают стоять в очередях Только теперь не к прилавкам гостиного двора или Елисеевского магазина А к дверям ресторанов и кафе А на этих дверях таблички «Мест нет» Рубль имеет хождение на всей территории Советского Союза Написано на дензнаке Но в ресторане еще надо уметь заплатить Плату принимает швейцар Не нынешний ряженый, с поклоном открывающий дверь перед посетителем А святой Петр, стоящий у врат рая В силу того, что рестораны-то все были наперечет В общем, на двух руках можно было перечислить все рестораны ленинградские И, конечно, это способствовало повышению социальной позиции Если ты мог пройти в ресторан А если у тебя был знакомый швейцар Или знакомая официантка, не говоря уже знакомым в метродотеле То ты был интересен и несколько необычен Ресторан совершенно пустой, никого нет Но просто так войти в него никто почти практически не мог Потому что нужно было дать швейцару Надо было договориться еще с метродотелем Или даже с официантом, который возьмет тебя на твой столик И он же должен понимать, что он будет иметь что-то сверху И только тогда ты попадал в ресторан К советскому инженеру, к рядовому, который пришел Его могли долго гонять по залу Посадить за стол с прожженной скатертью и с немытой посудой Принять заказ через полчаса и еще час его выполнять И это было обычным делом Жаловаться было бесполезно Ну, в лучшем случае приходил другой официант И делал чуть-чуть быстрее, может быть, все это Вообще вот это вот официант Ой, Миша, можно тебя? Это был символ того, что ты свой Потому что Миша Сейчас нам, сейчас висит там у каждого Екатерина, Андрей И мы не обращаем на это внимания Но бармена назвать по имени, на ты Или это что-то, что-то, конечно, это значило Это все должны были посмотреть на меня И понять, что я из себя что-то представляю Официант, важный человек Выгодный жених, завидный приятель Родством или дружбой с ним Дорожили, гордились Престижность работы официанта Не в зарплате и не в должности Он сам кузнец своего счастья Мир официантов того времени Это был тоже очень интересный Такой срез общественный Это же была своего рода такая микроэлита Попасть, работать в хорошее место официантом Это было попасть на золотое дно Официант советскому ресторану Да, был это и охранник, и актер И счетовод, и собственно официант И еще он должен был быстро определить Платежеспособность клиента И обсчитать его так, чтобы тот Сильно не обижался Потому что лишний конфликт в ресторане С одним и тем же официантом Мог привести к тому, что официанта просто вышибли бы Там такой серьезный бизнес процветал Потому что, по тем временам, по советским, конечно Потому что это и торговля из-под полы спиртным Это и замена, допустим, коньяка Который приходил официально на левый коньяк Он не обязательно при этом был бодяжным Он просто, грубо говоря, под сурдинкой государственной Начиналась реализация вот этого левого коньяка На этом первичные делались состояния даже У Владимира Федорова был небольшой джаз-оркестр Когда я его один из своих дней рождения Хотел пригласить на юбилей в ресторан Он сказал Понимаешь, чем дело? Я много лет там работал И я видел своими глазами, что происходит За кулисами, на кухне Официант с одной тарелки Берет недоеденный гарнир Выкладывает к контрикоту И с широким, роскошным жестом Подает это иностранцам Которые низко кланяются в пояс Благодарят, улыбаются Все это съедает, причмокивает Им все это очень нравится Но меня никогда никакой силой Никто в ресторан не затянет Первый набор официантов, которые открывали Новую гостиницу туристовскую Гавань Под это дело даже официантам шили в Финляндии костюмы И костюм стоил 600 с чем-то рублей Ну, надо сказать, что Советского пошива костюм Можно было купить там за 60-70 рублей Ну, в общем, довольно-то Как-то ему тяжело было получать чаевые Стоя перед посетителем Который одет гораздо дешевле Чем одет он сам Поэтому он купил себе за 14 рублей Скороходовские ботинки Расщепил Отодрал спереди подошву отверха Так, чтобы гозики были видны Одевал дырявые носки Вот И, принося счет, выставлял вперед ногу И шевелил там пальцем И если ему говорили о сдаче Он говорил, а на сдачу сейчас я сбацю вам чечетку Мы с товарищами две девушки А денег-то у нас как раз и не было И когда выкатили Выражая современным языком счет Мы долго там, значит, мелочь шукали Значит, там, по карманам Потом все это выложили Там, там, 27-15 Там, 27-15 Все Когда пришел официант В летах Таких хороших С красивыми усами Он все это дело увидел Так, посмотрел И, значит, в его глазах Повисла пауза Полная укора Печали Ну, а что еще будет Мы, значит, мы-то там встали И мы говорим Всего хорошего А он говорит нам след Ничего хорошего В ресторане советский человек преображается И публика, и персонал ведут себя здесь Как герои советских фильмов Про разгул Непа Или загнивающий запад В ресторане человек становится Морально и идеологически нестойким Здесь свои правила игры И игра эта предполагает Риск, ловкость, отвагу То, что я видел Это не пафос богатых людей Это не сценарий гурмана Который пришел в ресторан вкусить То, что он не может у себя дома сделать Это не деловая беседа Вот я перечисляю все то, что Кажется, сейчас как бы почти норма Для ресторанов А это Именно первое Прорваться Второе Выпивать И душевно Со своими беседовать И третье Избежать внешней опасности Которая Двоеточие Обсчеты хамства официанта Удар сбоку С того столика Куда ты неправильно посмотрел Или не ту реплику допустил И все это на фоне какой-то Разудавой, разухабистой музыки И таких потно-разгоряченных лиц Шел трамвай, десятый номер На площадке кто-то помер Тянут, тянут мертвеца Ламца дрится от сердца В советских ресторанах 70-х Стало возможным услышать лучших музыкантов страны Получилось это так В 70-м году зарплата рабочего в СССР Рублей 130 А вот вокально-инструментальный ансамбль Добрые молодцы Ухитрился за время гастролей Заработать столько, что каждому из молодцев Хватило на покупку новых жгулей Не избалованные посещением Столичных музыкантов Жители сибирских таежных поселков На ура принимали популярных исполнителей Мы за месяц заработали больше, чем по 1000 рублей 1200 или 1180 Вот так, это официальная зарплата Мы получили за месяц за огромное количество концертов Имея ставку 18 рублей Это очень много надо было дать У нас было и по 5 в день, и по 4, и по 3 И когда эта сумма дошла до начальства Узнала местного читинского горкома партии Что музыканты в филармонии заработали такие деньги И постепенно это переросло Дошло до управления культурой РСФСР И тогда Министерство культуры распорядилось пресечь это безобразие Музыкантам запретили давать больше 14 концертов в год А они уже привыкли к своим космическим заработкам И музыканты ринулись в рестораны Так государство, само того не желая Создало уникальную рыночную реальность Граждане, у которых в карманах водились лишние рубли Могли заказать свою любимую мелодию исполнителям-профессионалам А заказывали они, как правило, что-нибудь не укладывающееся В рамки советской эстетики Мы оба молчали Нам плакать хотелось Но не было слез Для меня это было ужасно как-то в ресторане А особенно если еще знакомый, там какой-нибудь день рождения И вдруг твои вещи исполняют Ну, как-то был смущен В 90-е годы, когда уже никакой работы не было Приходилось даже за рубежом и здесь в ресторанах Пел Правда, первый концерт очень трудно Когда там стучат ложки, там еще что-нибудь Гул стоит А ты должен что-то исполнять Но мне один человек в Париже Тоже исполнитель уже такой Его сейчас нет, царство небесное Он говорит, ты знаешь, даже Федя Шаляпин пел в ресторане За деньги А ты стесняешься Кто ты такой? Ну, на чем мы зарабатывали? Это на репертуаре, конечно, еврейском, блатном и кавказском Лизгинка И бывало так Причем это может прозвучать сейчас как шутка Но Давид Семенович наверняка встречался тоже Когда в ресторане вот этот столик, а этот столик, а-да-да И вот официантка подходит и говорит Вот вам бутылка шампанского и там что-то Или там деньги дает, говорит Вот это грузинское что-нибудь сыграть Мы спрашивали, а вот, ага, тот стол, да-да С этого стола, там, оказывается, армяне были Армянские О, сыру, сыру, на-ра-ра-ра-ра Леша, я могу вспомнить и напомнить действительно, что есть было Скажет, в ожидании музыканты всегда были, понимаете, как на охоте в этом смысле Немножко, понимаете, даже хороший Даже могу поймать и себя на этом иногда Вот мы сидим, никого нет в ресторане, да Вдруг входит, достаточно того, что это было лицо кавказской национальности Как теперь говорят, да, в ту пору Мы все раз оживлялись и предвкушали Мы чувствовали уже запах шашлыка и денег Мы заказывали все время «Синий туман» По соседству гуляла компания каких-то женщин Продавщицы из гостиного двора И вот они заказывали все время какую-то свою песню Да, что-то такое Они, по-моему, Розенбаума заказывали Снова осень закружила карусель мелодий А мы заказывали все время вот этот «Синий туман» И, по-моему, каждая из этих песен прозвучала раз по девять, наверное И надо сказать, что остальные посетители ресторана Они как-то к этому достаточно демократично относились И все Это стоило три рубля тогда, по-моему Вообще заказ музыки Это потрясающая штука вообще Ну разве трезвый человек начнет заказывать? Я думаю, нет и никогда Зайти пообедать и там Хотя я видел там один раз в Москве В ресторане «Газиница Украины» Как один человек сидел и ел борщ А рядом стоял скрипач и играл Значит, там, какую-то классическую мелодию Долго играл Что-то венгерское, по-моему А он сидел и ел борщ Под это Если дело доходило до репертуара, скажем, еврейской музыки Например, знаменитый «Фрейликс 740» Вот это уже был абсолютно стопроцентный риск Возбранялось и запрещалось исполнять Так называемый блатной репертуар Песни, так сказать, в тюремового содержания Это тоже каралось Ну, дело в том, что все равно, конечно, музыканты изощрялись Поскольку ресторан Это был место, в общем, принципе, заработка Я вот почему-то запомнил певицу ресторана Астории Которая ходила с гитарой Между столиками И таким немного охрипшим голосом Как сейчас бы сказали шансонным Пела белогвардейские песни Ну, естественно, тогда, для советского времени Ну, какие-то такие неяры Такие антизаветские Но такие с душком Вот, и тогда это как-то воспринималось таким вот Ну, для советского человека Это было все равно, чтобы попасть там К Максиму, да, в Париже там И послушать это Москва золотоглавая Звон колоколом Один из принципов рыночной экономики Кто платит, тот и заказывает музыку В СССР этот закон не действовал Слушай, что дают А вот в ресторане Богатый клиент платил музыкантам Чтобы они исполнили специально для него То, что ему хочется Эти деньги на сленги музыкантов Назывались карась А на языке юридическом Нетрудовые доходы Впрочем, и у партийного руководства Были свои музыкальные пристрастия И они тоже приглашали на свои приватные застолья Любимых музыкантов Клавдия Ивановича Ульженко и я Пели на банкете Очень долго ждали Леонида Ильича Наконец он пришел Ну и вот первая стала выступать Клавдия Ивановна Шульженко Она спела одну, вторую песню Ну и как она всегда кланялась так до пола Вот Леонид Ильич После там второго или третьего фужера Как потом оказался Я потом подошел Водка была Я думал, что он воду пил Вот он говорит Вот дорогие генералы и адмиралы Учитесь как надо кланяться У Клавдии Николаевны Шульженко Почему генералы должны были учиться кланяться Я это не понял Гипнозистки румяная А как морозочек пьяная Гарциозом избивают Их у сельска в лучках Дым от сигарет клубится Так что можно вешать топор Через трубочку струится Бестолковый разговор Ресторан Роскошная декорация Для знакомства и ухаживания Вино, музыка, танцы В 70-х не было ни сайтов знакомств Ни ночных клубов Амурных приключений И женщины и мужчины Ищут в ресторане Дамы самых разных возрастов Профессий и сословий Устремляются сюда Желая отвлечься От скучной повседневности Эти рестораны служили Я так считаю Некоторые такой Сексуальной отдушиной Здесь было найти себе Полное приключение Почему я часто бывал На этом ресторане Потому что мой приятель Жил напротив Во дворе кинотеатра Нева И сюда приходил Через раз Знакомиться с новыми девушками Причем качество девушки Не играло никакой роли Важно было Что она новенькая Ресторан Было место Сексуального падения Советского человека Девушки Там были опасны Потому что Можно было заработать Например Три пера Но При этом Очень востребовано И вот Время от времени По этому поводу Там случались Пьяные мордобития Такого снегопада Такого снегопада Кроме любительниц Приключений В ресторанах Постепенно появляется Все больше Профессионалок А снег Хотя официально В Советском Союзе С проституцией Навсегда Было покончено Еще в 1934 году Прекрасно И чисто Я всю жизнь Вот так вот Как говорится Гуляла Мне никто Не нужен был Замуж Я так ни разу Я и не выходила Замуж Не вышла Потому что Когда я гуляла Мне не надо Замуж было выходить Мне надо было Гулять с ними С финнами С иностранцами Это рестораны Отели Все хорошо Деньги Валюта Все прекрасно Любовь есть Но она проходит Очень быстро Если нет материальной поддержки Вы со мной не согласны? По большому счету Психотип Элитной проститутки Которая в дорогом кабаке Сидела Он не очень отличался От проститутки Класса ниже У них у всех Одна история Я в принципе Девушка хорошая Если бы не сложные Жизненные обстоятельства Ну и так далее Я не хочу работать у станка Я не хочу Я работала у станка Когда я была беременна Чтобы заработать На те же декретный отпуск Я была беременна Я умирала Понимаешь Сработала у станка Я больше не хочу Так работать Вставать в 6 часов утра И получать Самое большое Что получала Я 150 рублей А мне не хватит 150 рублей Даже На духе Хорошие Мы зарабатывали деньги Только для себя Никому И ничего Никогда У нас никто не просил И не брал И ничего Просто мы могли Дать Этим Швейцарам Где это У гостиницы Или у ресторана Чтобы зайти туда Как правило Это были женщины Уже такие Побитые жизнью Очень Жесткие Хорошо Знающие Чего они Хотят Без каких-либо Иллюзий Достаточно Циничные Вот Это было Тогда Их было Немного Это был Тоже довольно Замкнутый мир Ну сколько Их было В городе Ну может быть Сотни Может быть Полторы Согласитесь Это достаточно Мало Если раскидать На все Злачные места Но необходимо Отметить Относительно Проституток Все они Конечно Состояли На учетах Невозможно Было Просто так Прийти И работать В гостинице И туриста При двойном Тройном контроле За посещением Этих мест Естественно Все они Так или иначе Должны были Вынуждены были Сотрудничать И с комитетом Государственной безопасности И с органами Внутренних дел А песенку спеть? Петь я всегда люблю И сейчас Я дома Все время Пою И вот так вот Послушайте Гражданочки Московочку Спою Про Галину Гуляночку Про Колину Беду На Галину Гуляночку Расколю Советская власть Относилась к ресторанам Настороженно Здесь легковерных граждан Вербуют Шпионы Здесь напиваются Темные личности С другой стороны Ресторанная касса Пополняет Госбюджет В результате На ресторанные Безобразия Власть смотрит Сквозь пальцы Шум Гам Судорожное веселье И где-то В районе Мозжечка Все время Ощущение Что дадут По роже Я много раз Видел Как дама Сидя за одним столом Придя с молодым человеком Потом пересаживалась За другой стол А если молодые люди Начинали качать права Которые привели Эту даму То образовывались Такие мелкие драки Которые быстро гасились Крепкими официантами Тогда не было охраны Как сейчас Советский человек знает Как вести себя На работе В гостях На партсобрании А вот в ресторане Можно давать взятки Приставать к незнакомкам Заказывать белогвардейские песни И швыряться Деньгами Здесь можно демонстрировать Полную разнузданность Нарушение всех И всяческих приличий Приходил какой-то человек То ли армянин То ли В общем Мы не знали А так как Борис Колотухин играл на скрипке Этот человек Просил Чтобы он на скрипке Исполнил Крики шака Три раза Он платил там Пятьсот рублей Шестьсот Я не знаю Но во всяком случае Ему больше ничего не надо было И вот однажды Мы его не заметили Так он подошел К нам и говорит Ребята Я же уже здесь Чего вы? Я сейчас выйду И снова войду Снова войду Был еще один курьезный у нас персонаж Такой тоже По фамилии Гурский Который с непонятным упорством Трижды лазил в синагогу На Лермонтовском проспекте Воровал там деньги Из пожертвований И ходил их тратить в ресторан Ну это был просто человек Скажем так Не очень умный Вот его загулы Конечно Были бы интересны Тем, кто хотел понаблюдать Потому что он Видимо брал это из книг Из литературы Намазывал горчицей Скатерки Заставлял их менять Шеврял в пятирублевке По залу Ну и каждый раз Кончалось его задержанием Осуждением Давали ему мало А он выходя Снова повторял свой подвиг Пришла группа Так сказать Людей кавказской национальности В ресторане Никого не было Сидела компания С десяти человек И что-то раз тридцать Не меньше Как говорят Пришли петь песню Выпьем за Сталина Выпьем за Родину Причем это не было Разгуляя В никакой случай Не были пьяные люди Которые гуляли там И стреляли Нет Очень тихо Скромно сидели Отмечая свой Какой-то финансовый успех Но при этом Все время просили Выпьем за Сталина Выпьем за Родину Меж тем на дворе Восьмидесятые Главная поговорка Чтоб тебе жить На одну зарплату Миллионы людей Зарабатывают Помимо государственной службы Стоматологи Репетиторы Шабашники Потратить эти деньги Непросто Поездок за границу Не было Коттеджей С какими-то тусовками Не было Ресторан Это было Чуть ли не единственное место Где можно Разгуляться Показать Что у тебя есть деньги Швырнуть официанту Еще шампанского Мне кажется Что Человеку Честному Даже непорядочному Да я имею ввиду А честному Было неуютно В этом мире И он если заходил В эти рестораны Да То он и выходил Оттуда Побыстрее Теневые деньги Седают в карманах Официантов В целом по стране Огромные суммы Нелегальный доход Распределяется По всей ресторанной вертикали От официантов До руководителей Трестов Ресторанов И кафе Перепадает Всем В Сибири В Сибири Не боются В Сибири Волжен Русская земля Те кто сейчас Стали директорами Каких-то крупных фирм Руководят сотнями людей Там заключают Миллионные контракты В советское время Для них должность Бармена В валютном ресторане Это было Пределом мечтания Это все равно Как сейчас Юкус купить Понимаете Для кого-то Это все Жизнь состоялась Каждый вечер Приносил заработок Равный двум-трем Зарплатам Советского инженера Это были бешеные деньги У меня с тех пор Осталась такая Наработанная история Что я в принципе Сто купюр На глаз Как правило Беру плюс-минус Одна купюра Поскольку у меня Не было Времени считать деньги Мне надо было Вот Как бы Накопить сто купюр В кассе И не пересчитывая Их снять Поскольку Все время шел Народ С конца 70-х Ну Я Может быть С потолка Возьму Там 77-й год Началась конфликтология Достаточно серьезная Во всех этих заведениях Я подразумеваю Начались драки Начались конфликты Дело не в том Что кто-то не платил Конечно там платили Мы не будем Вот эти люди Которые там появлялись Они Начали себя Очень агрессивно вести Они выпивали Они кому-то Они приставали К людям Они приставали К девушкам Они оскорбляли Официантов Еще что-то Да То есть Начались конфликты И никакие официанты Решить этот конфликт Не могли В ресторанах Появились новые сотрудники Вышибалы Они же Воротчики Крепкие ребята Бывшие И действующие Спортсмены Бокс Борьба Ну игровики Высокого роста Они встали На ворота И они были оформлены Разумеется Гардеробщиками Ну в ресторанах Швейцарами Зарплата Гардеробщика Там 80-70 рублей Была Не более И можно было Оформить одного человека Но все же Где-то тренировались Где-то что-то учились Где-то подрабатывали Да Поэтому Оформлялся один человек А вставало 3-4 человека Мест вечером Никогда не было Даже если они были Их все равно не было Потому что за вход Просили денег Ну там 25 рублей за смену Спортсмен поднимал Это были большие деньги Попасть туда Это было куда круче Чем устроиться там инженером На хорошее предприятие Да Многие начинали там Многие там завязывали Свои криминальные отношения Многие преступные группы Сложились Есть числа работников Бывших Допустим Там вышибал Там В том числе Официантов Спортсмены увидели перспективу Они поняли Что конечно Основные блага Зарабатывает буфетчик Ну бармен Бармена же не было Буфетчик И конечно Это был карьерный рост Вот Владимир Кумарин Вот он первый достиг Этого карьерного роста Первый стал буфетчиком В Таллине А буфетчик в Таллине Мог поднять 150-180 За смену Что это такое Давайте посмотрим Сколько профессор В месяц в университете получал Вот Новый поворот И мотор ревет Что нам несет Это весь собственно говоря Бандитский Петербург Да Это действительно И Кумарин И Малышев И Феоктистов Коляк И Костя Могила Точно так же На самом деле И Кудряшов Ну все они В какой-то мере У них вот эти вот рестораны Они были местом работы Да И иногда официально Иногда неофициально Да Там Но в СССР Ресторанов было мало А чемпионов много Не идти же им всем После окончания Спортивной карьеры Токарями на заводы Красивая жизнь Она рядом За дверью Этого ресторана Там музыка Девочки Большие деньги И многие из тех Кто не мог войти в ресторан С парадного входа Стали заходить туда С черного Давайте вспомним Законы того времени Законы именно Уголовного кодекса Так вот Они были в пользу спорта Ну Это потом появилось Появилось слово бандиты Сначала Помните Было слово ракетер Ракетер это вымогатель Человек который вымогает Так вот 148 статья вымогательства Она предусматривала До трех лет лишения свободы Да Все Потолок три года А директор ресторана Который крадет Это 93 прим Вплоть до исключительной Меры наказания Расстрел Чемпиона мира Юра Соколов Получалась Директор ресторана Нева Директор ресторана Нева Мог прийти в милицию И сказать что Знаете Вымогают Сколько у тебя вымогают Знаете Тысяча рублей в месяц Замечательно У тебя зарплата 180 Вымогают тысячу То есть Тебя надо расстрелять А Соколову посадить До трех лет Советский ресторан Восьмидесятых Не единственное место Где сколачивается Первоначальный капитал И нагуливается Пушечное мясо Криминальных разборок Девяностых годов Если Нет закона Действуют Понятия Именно в ресторанах Складываются Бригады Которые Впоследствии Станут Реальной силой В меняющейся действительности Если Одному-двум Спортсменам Вышибалам Не осилить Разбушевавшуюся Компанию На подмогу Выживаются Коллеги-спортсмены Из других ресторанов Совместными усилиями Конфликты Решаются Быстро Конкретно И По понятиям Когда Вспыхнула Буржуазная революция То почва Была уже готова Тогда-то никто не знал Что они группировки А государство Наоборот Все легитимные функции Насилия Стало просто бросать На асфальт И спортсмен был силен тем Что он был готов Решать здесь и сейчас Вопрос Это было Крайне важно Для тех Кто занимался Теневым Каким-то бизнесом Но и К 87-89 году Когда государство Вообще рухнуло Вот она была Оказалась Единственной силой Которая решала Все эти вопросы С С 82-го года Началось то Что в народе окрестили Гонкой на катафалках В течение трех лет Один за другим Умирают лидеры Советского государства Генсеки Брежнев Андропов Черненко Пришедший к власти Михаил Горбачев Закрыл половину Винных магазинов Оставшиеся работали С двух До семи Водку стали отпускать По талонам В ресторанах же Спиртное не переводилось Доходное место Стало приносить Новые сверхдоходы Меж тем Экономика Всеобщего дефицита На глазах разваливалась Начиналась Новая эпоха Эпоха Новых Людей Которые умели Зарабатывать деньги И надеялись Только на себя Вот эти люди Они несмотря на то Что общество Их вроде бы как Презирало Они становились Такими Печоринами Героями своего времени Неформальными лидерами Когда человек Свободно зарабатывает Он становится Гораздо в большей степени У хозяина сам себе И уже этим Опасен тоталитарному обществу Распад Тоталитарного государства И накопление Первичного капитала Сопровождались Болезненными процессами Удивительным образом Ресторан Как зеркало Отражал то Что происходило За его стенами Я понял Что наша перестройка Пошла Куда-то не туда В году В девяностом Во многом потому Что из ресторанов Исчезли офицеры Раньше Когда ты приходил В ресторан Он пестрел Лейтенантами Капитанами Майорами А вот когда Этого не стало Когда выяснилось Что на полковниче Жалование Можно пообедать Один раз в месяц И потом Весь месяц голодать Стало понятно Что эти полковники Будут разворовывать армию Поспели вишни В саду Того что она Лакировала снаружи Она все Выедала изнутри И когда появилась Какая-то возможность С этим развязаться Очень многие Просто пассивно Отошли в сторону А все это Просто тихо Рассыпалось Как вот рассыпается Труха Знаете Вот много не надо Вот неосторожное движение И все поползло И все осыпалось Мы живем теперь В другой стране И нынешние рестораны Уже не те Туда приходят Вкусно поесть И выпить Решить Деловые вопросы А за музыкой Танцами Амурами Адреналином Ходят В другие места Все что осталось От советского ресторана Колыбели Дикого российского Капитализма Это музыка Та, что чаще всего Звучит теперь В маршрутных такси Поспели вишни В саду у дяди Вани У дяди Вани Поспели вишни А дядя Ваня С тетей груни Нынче в бане А мы под вечер Побухать Как будто вышли А ты в револе Не ругайся А ты петь Не кричи А ты с кошелками Не лезь По дверям Все Куда прешь Поспели вишни В саду Задевай А вместо вишни Теперь веселый смех Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok